у меня даже у самого голова закружилась здорово прежде чем ты продолжишь смотреть на это видео на этих прекрасных женщин и будешь слушать то что они нам говорят те вопросы которые им задают ребята значит я не просто так решил снять это видео собственно говоря вот на просторах бизнес-центра где вокруг ездит rolls-royce и бентли прочее прочее жилья ярмарка числа и куча красивых женщин мужиков в пиджаках там не знаю и пиджаков мужиках это все не просто так здесь просто ну можно сказать не то что пахнет здесь воняет деньгами настолько что дышать нечем вот но фишка в чем что среди этих девушек которых ты сейчас видишь на этом видео есть разные части из них говорит там что мужик должен зарабатывать столько там я хочу того то возможно их скажем ожидания и мечты в плане мужчин сбудутся и дай им бог возможно что они закончат в компании 40 кошками где-нибудь в подворотне ульяновска с мужем алкашом и такое бывает это жизнь и слайф два всякой среди этих девушек есть и простые которые действительно говорят что самое главное что парень добрый классный хороший среди вот этих простых есть те кто нагло пиздит тебе когда это говорит потому что они знают что они хотят какого-то другого чувака есть и кто искренне говорит короче к чему это во-первых момент номер 100 все девушки разные абсолютно все разные что происходит и сейчас будет происходить под этим видео что многие когда им будет рвать пукан услышав что там какая зарплата в 500 тысяч и так далее они будут сразить в комментариях и это вас никуда не приведет то есть вы должны понимать что как бы вы не усирались там доказывает что какие 500 тысяч как бы что-то еще мир разный то есть реальность разная реальность такая что вы реально рядом с вами может проходить какой-то чувак у которого там зарплата 5 миллионов рублей в месяц и я у вас 20 тысяч или наоборот делать не только в деньгах соответственно разный мир разная реальность разные женщины и твоя святая обязанность не искать себе оправдание серии и всем нужны только бабки сука представь сколько здесь вообще работает людей среди которых кто-то блять с утра встает там 7 утра одевать свой пиджачок из альбиона завязывает галстучек и вот так вот сонным лицом вот так вот трясется блять в электричке не знаю откуда-нибудь какого-нибудь домодедово полтора часа добирается до сюда чтобы здесь отработать столько же и женщин и не все кто здесь работает одну они из хозяева этих машин этих зданий так далее здесь очень много простых людей которым также нужно какое-то простое человеческое счастье обнимашки целовашки и знак это поддержка секс в конце концов чтобы ты приходил домой а там была какая-то классная красивая девушка которая тебе рада у меня недавно жила улитка мы взяли на две недели подержать улитку и это самое к слову бесполезное животное она не радуется почему-то когда ты приходишь то есть так даже не настолько не радуется ощущение что она вообще сдохла ты приходишь и думаешь она еще жива или нет она шевелится тебе хочется чтобы тебя кто-то ждал и им тоже хочется то есть поэтому ребят еще раз говорить себе что им всем нужны деньги это самая простая херня которую ты можешь себе сказать то же самое когда на тренинге пытаюсь помочь решить чью-то конкретную проблему и говорю что будем делать парни говорят я не знаю сука проще всего сказать продолжать врать себе что у меня нет денег им нужны эти им нужны те вы так и останетесь в одиночестве если вы будете продолжать в комментариях вместо того чтобы подумать разные типажи мне неплохо бы научиться общаться с разными типажами и когда вы приходите на тренинг вы реально учитесь общаться с разными типажами там не будет такого когда вы самостоятельно выбираете девочку в пуховичке а которая идет шуме вы туда даже боитесь смотреть старайтесь не смотреть вы будете подходить ко всем и у вас будут такие инсайты вы будете понимать что сука внешняя оболочка она вообще просто абсолютно никак не характеризует человека итак ребята под этим видео есть ссылка для того чтобы еще успеть забронировать себе место в ближайшем тренинге практика оставляя заявку с тобой свяжутся мои коллеги проведут с тобой собеседование мы с тобой увидимся на тренинге где я лично тебя возьму вот так вот и телепортирую красивых женщин это будет не без труда это будет не без твоих страданий и стараний и страданий я сказал правильно наверное это больно сука но лучше выбрать немножечко потерпеть боль и оказаться в другой жизни чем всю жизнь наебывая себя ходить и внутри переживать то что я живу не так как я хочу что-то я долго разговаривался смотри этот видос до конца очень интересно пока меня давай полина я учусь в плехановке на экономиста и подрабатываю модель я сделал мне 20 лет я учусь музыкальной академии имени гнисиных на втором курсе я модель художник окончил художественную школу обожаю английский могу долго рассказывать о себе в общем то вот так давайте начнем круто да круто мы с тобой репетировать так у кого вопрос моим евгений вопрос такой к вам по каким критериям и сколько вам времени нужно чтобы понять нравится вам мужчины или не нравится 30 секунд это общеизвестная статистика в течение 30 секунд у женщины появляется ответ внутренний да или нет и первая информация то есть вы потом эту информацию можете поменять в ту или иную сторону безусловно вот но первые 30 секунд уже появляется какая-то картина скажи пожалуйста по каким именно критерием это происходит это мое не мое нравится не нравится мне может нравиться один типаж девочкам другой то есть именно если да чуть-чуть подразобрать да этот ответ у меня есть свой типаж мужчин которые мне нравятся если я понимаю что этот мужчина моего типажа то соответственно я уже буду на него смотреть там ну это яркие парни темно волосы то есть вот которые сами по себе они вот уже такие контрастные скажем да по цветотипам не буду вас как бы цвета усложнять да как это называется на джологии но какие-то яркие то есть как правило то есть парни которые блонды там но не как-то мимо проходят окей смотри а если парень подходит на пляже и у него там шапочка в которой плавают не видно в принципе важно чтобы эстетика в человеке было чтобы это был рост чтобы это были пропорции правильные то есть однозначно если у мужчины есть живот он для меня сразу как сексуальный объект вычеркивается так отлично бывали ли у тебя когда-то в жизни ситуации что мужчина вообще абсолютно не подходит по твоему типажу но у вас завязываются какие-то отношения там в той или иной степени бывали как правило потом я понимал зачем это сделала потому что это мужчина не моего типажа не моей картины мира так наши юные друзья у вас как но собственно тоже тот же самый вопрос до хватает в принципе доли секунды вот лично мне я не знаю ну вот подойдет ко мне молодой человек по взгляду то есть неважно какая у него внешность абсолютно как он выглядит по взгляду это просто видно конечно у каждого существует свой типаж но если вот это внутри внутреннее состояние уверенности это достаточно может быть банальные вещи но уверенность она настолько проявляется особенно в мужчинах по взгляду то есть вот вас мы обсуждали молодой человек да вот девушка прошлась вот по поводу внешнего вида у вас просто неуверенный взгляд ну то есть ну неважно как воде вы можете быть одет совершенно по-другому взгляд решает все ну естественно что посмотри на нее глиб и он естественно что вы скажете просто привет как дела и как это будет то есть это 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 доля секунды доля еще и ну естественно но понимаешь периодит а можно взгляд никуда не денешься нет я на самом деле согласен потому что иногда за внешним дотягивается и внутренняя поэтому сейчас мы перейдем и придешь полину тебя как у меня все-таки нет своего типажа нужно хотя бы одно полноценное свидание наверное чтобы поговорить с человеком потому что часто бывает такое что визуально мне нравится парень но пообщавшись с ним я понимаю что мне эта манера речи не нравится некоторые парни например очень любуются собой когда рассказывают о себе это вот честно говоря очень так у нас собственно новая участница как тебя зовут еще раз лена собственно к нам пришла лена мужики задают вопросы мы на них отвечаем ты сколько тебе лет чем ты занимаешься мне 32 года здорово я работаю в индустрии красоты я занимаюсь на Оксиане более 10 лет то есть я в основном работаю с женщинами это мои клиенты много что про них знаю мы постоянно обсуждаем темы про отношения с мужчинами в принципе все сейчас для кого-то интересно был открыт секрет что женщины постоянно обсуждают отношения с мужчиной то есть в принципе мы этого и ждем что вы сейчас будете нам рассказывать вот как оно есть так что спасибо уже за эту информацию так был у нас такой вопрос как ты определяешь что мужчина тебе нравится за какое время это происходит и по каким именно параметрам а но это наверное происходит в первую минуту общения то есть изначально у нас такой балл происходит вот мы увидели друг друга если мужчина подходит по типажу мне то есть например голубоглатый брюнетт например происходит такой балл она секундная но в дальнейшем за минуту я оцениваю его жесты мимику голос то что он говорит в принципе все минуты достаточно от мужчин должны безусловно спокойствие сходить потому что любой женщине ну нужно быть за мужчиной и поэтому если от мужчины идет спокойствие то автоматически уже сознательно ты хочешь быть с ним рядом а если он сам по себе неустойчивый и неуверенный ну зачем он нужен любая женщина когда мы обсуждаем мужчин она говорит о том что она чувствует если мужчина сильнее ее если он сильнее ее то она уже будет дальше за ним идти а если вот им надо там чего-то из него там еще там делать направлять там тоже не интересно всегда так у нас тут собственно новая участница маргарита сколько тебе лет чем занимаешься кто по профессии мне 27 год я студентка поступаю на дистанцию безбродное решение в профессии в гимов? нет, в школе на дистанцию класс как часто подходят мужчины знакомиться на улице либо может быть не на улице где то в других местах давайте прям по очереди Полина ну где то наверное раза два за неделю отлично это зависит от моего состояния открытости или закрытости иногда это может быть там пока за рулем еду на каждом светофоре могу знакомиться и телефоны раздавать а иногда там несколько дней никто то есть я просто ну видимо какой то взгляд закрываюсь сама и делаю это еще влияет как то на их решение подходить конечно это же чувствуется так же да то есть у меня нет настроения ни с кем знакомиться я посмотрю так что никакого желания уже у человека а если в этот момент чувак подойдет ты подумаешь что это чувак ну вот например у меня было не так давно совершенно такое какое то безбашенное знакомство я иду по большой дмитровке и проходят два парня мимо и один просто пишет дмитровку кричит там охренеть какая она красивая подходит просто начинает меня целовать и я стою просто опешила и я даже ему не врезала почему-то потому что я стою и он настолько куча там добрых слов комплиментов сказал там руку посмотрел кольцо обручальное там все там телефон он записал пошел и я иду и просто думаю вот почему я ему не врезала собственно говоря то есть парень же офигевший вот просто взял на улице но видимо вот своим вот этим вот юмором своим вот этим вот ох ах вот вот он просто перекрыл все и у меня уже на него нет ни злости ни агрессии а если бы он там подошел там ну как-то несколько иначе бы да там ну с какой-то грубостью но безусловно там ну и милиция наверно приехала потом поэтому все зависит еще от именно от того состояния которое за вас исходит и юмор все женщины в голос сто процентов все говорят если у мужчины нет чувства юмора то пиши пропал если есть это чувство юмора то вообще это всегда круто правильно понимаешь что какой-нибудь я не знаю бедный толстый опять же лысый прости господи работник цирка который ассистер клоуна то есть он прям все просто мечтаю о женщине у него ну у него будет шанс всегда то есть если в чем то у мужчины есть там комплекс там не знаю не дал бог просто а что чувак харизматной ладно интересный какой-то там перспективный умный красивый вот иди сюда чтобы микрофон был тебя не слышно это тяжелый случай поэтому с такими в моей жизни нет то есть я пробовала но я потом понимаю что это полнейшим отсутствием конечно но это очень тяжело это дробится любые фразы любые диалоги на молекулы на атомы потом думаешь не 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 вообще не надо и есть другие мужчины которые там в порыве там истерики когда ты там истеришь и визжишь а у любой женщины бывают такие там гормональные какие-то вещи я думаю все с этим сталкивались и тут круто не вступать с ней в полемнику не объяснять какая она там истеричка да просто вот как-то пошутить с юморить и все и тут же эта истерика куда-то проходит ты сама над собой смешься думаешь блин ну что ж такое было то вот буквально вот я шла сюда хотели познакомиться но я не знаю ну честное слово я не знаю может быть хотели не хотели я сказал первый раз в москве вот так вот но было так что просто я иду и сказать девушка вы из петербурга ну конечно да я из петербурга не знаю может быть интуитивно может быть такой случайный миллион но правда с таким человеком хочется уже познакомиться потому что он грамотен он вежлив ну скажет ээээ я не умею свистеть не давай подожди пока вопрос да не такой как часто не знаю ну я не могу сказать вот точно точно количество раз не надо у нас только один аналитик на все ну в зависимости да все были аналитики я понял ну в зависимости конечно от моего внешнего вида и от моего настроения ну отлично все давайте дальше ну да окей да часто знакомятся но это не зависит от внешнего вида это зависит именно от того внутреннего состояния ну да ты просто все время хорошо выглядишь да не все время а маргарита как у тебя так звучало по столеварски ну я соглашусь это все очень зависит от внутреннего какого-то ощущения как ты себя чувствуешь как ты тоже выглядишь это тоже имеет какое-то значение и ну довольно часто подходит знакомиться особенно весна-лето сколько раз в день ну плюс-минус ну если я там гуляю может там один-два подойдет познакомиться если там бывает недели никто не подходит знакомиться я сейчас прямо прежде чем ты задашь вопрос самое дебильное что парни говорили при знакомстве быстро блиц давай только с этой стороны туда самое тупое прям отвратное ты прям вот так вот идешь типа что это такое было давай фразы или что они делают всяких отвратных либо смотри либо наоборот может быть там топ-топ-одна фразы которые они постоянно используют и тебя уже подташнивают оригинальные фразы используют ну например не знаю сейчас испанчу ну вашей маме зять не нужен на самом деле это реально это говорят да это на самом деле очень отпугивает я это не нужен отвечаю я и иду дальше ну просто неуверенным голосом ну там извини а можно там номерочек что-то типа такого после чего не вспомнил не отвечу еще Полина ну самой глупой подкаст это был я стою значит на перроне в метро парни такой и долго на меня опялился и потом подходит и такой ээээ ты вообще знакомишься нет ну чаще всего это обычная типа девушками очень красиво можно познакомиться Это уже начинает подбешивать, потому что, ну, так говорит каждый. Мужчина, он же не должен спрашивать, да, что-то делать, да? Ну, не знаю, достаточно было просто подойти, там, сказать, не хочешь познакомиться, ничего не придумывать. Хорошо, самое классное, что было, что вас прям наповал сразу, понимаете? Ну, такой антипод вот этого ужасного. Ну, я вот как-то шла один раз, не знаю, не помню, где это было. У меня было очень хорошее настроение, не помню, что такое, я шла, улыбалась, очень радовала. Это нахочение. Да, нет, просто такое какое-то хорошее было душевное состояние, и как-то подошел парень такой, ой, ты так красиво улыбаешься, мне так понравилась твоя улыбка, что у тебя такого в жизни интересного происходит, стало сразу интересно. Есть еще у тебя. А? Спасибо. А есть еще? Еще варианты, ребята, вас. Вернее, девчат. Самое прям крутое, что вы такие, нифига себе, кто-то больше. Нет, ну я не могу вспомнить таких моментов, в принципе, все подходят с какой-то своей изюминкой, то есть нет такого прям, ну может быть, я сама просто юморная, отношусь с юмором, знакомая. Просто подошел на душу и сказал театр или балет. Все, без вопросов, без всего, вот уверенно, театр или балет. Что, я не знаю, если бы он был бомжом с Курского вокзала, а постный, со сломанной ногой. Ну такие не подходят. Там вот книжка или то, что ответ там круто, как-то, не важно, там кипа. Кошмар какой. Кипа. Нет, ну я просто хочу научиться, просто вот, чтобы как-то это рассказать. Ну у вас дальше с ним как-то завязался разговор, ну спрашивают театр или балет. Конечно, конечно, были отношения. Курица или колбаса? Вы утрируете, вы утрируете. Но я сейчас здесь для того, чтобы разбавить обстановку, я ни в коем случае для того, чтобы вам сделать хуже. Вопрос выбора. Вы сказали, что важна энергетика мужчины, правильно? Вот, и два мужчины. Я у него с энергетикой, да. Два мужчины, короче, да. Один вот с этой мужской энергетикой, вам нравится, все классно, но у него с финансовыми проблемы, короче. Другой с финансовыми все классно, здорово, куда хотите, вас возят, все нормально, общение, хорошее. Вот, но что-то в нем не хватает. Какого из двух мужчин вы выберете, там, может, для дальнейших отношений, может, для каких-то других? Вы поняли вопрос? Конечно. Все, вы можете отвечать. Я бы выбрала того, с кем интереснее жить. Ну, у меня просто есть уже разный опыт, поэтому я понимаю, что не в экономических показателях, да, и даже не в физических показателях, а с кем интересно жить, потому что все компенсаторное, идеальных людей не бывает, да. А я не знаю, с кем интересно. Ну, я считаю, Серега, вопрос какой-то такой, то есть, понимаешь, и то, и то. Крайность. Крайность, да, то есть, можно же все развить при желании, грубо говоря, там не только этим определяется. То есть, если думать, что женщина определяет только наличием денег, или, я не знаю, какой-то энергетикой или чем-то, нельзя по этому судить. Не судишь машину по цвету, красная или зеленая. Да, кстати, вот заблуждение у мужчин, что они думают, что прямо от количества денег напрямую зависит ваша потенция и ваша востребованность. Вот это точно не так, это 200% не так. Абсолютно каждая девочка, она скажет при обсуждении, что для нее важнее, насколько мужчина готов для нее сделать. Если он готов на последние деньги купить цветы и сделать что-то для нее, то это оценится круче, нежели у него счет в банке, но он будет где-то чего-то там как-то вести себя. Слушай, ну а ты допускаешь такую возможность, что когда у него счет в банке, но он знает цену деньгам, и он, возможно, на последние деньги ни хрена не будет покупать цветы, а куда-то их вложит, там что-то сделает. И это он как раз будет… Ну вот, знаете, ты слишком, как сказать, в лоб воспринимаешь ответы. Нет, давайте… Ну просто таких ответов как раз я… Это никому интересно, так в том-то и дело, ты правильно сказал, так будут отвечать первые, вот любые девушки именно так будут отвечать. Давайте такой вопрос. Сколько должен зарабатывать мужик в Москве, который вы рассматриваете именно для отношений? Топовый вопрос. Хороший. Лена, мне тоже интересно, ты пролезаешь. Прямо по очереди. Тихо, тихо, нет, тихо. Мне кажется, что он должен был банк. Сумма, сумма такая. Не, не сумма, мне кажется, что он должен быть перспективный. Давайте просто если представим, что ты прям сидишь, никто не видит, где ты заполняешь такой каталог, и тебе вселенная, как банк, завтра пришлет в посылки. Ну просто представить. Ну окей. Ну, однозначно больше, чем я, желательно в два раза. А цифра-то какая? Мы сейчас спалим, сколько ты зарабатываешь. Можно без цифр. Если я могу заработать 100 тысяч, я хочу знать, что мой мужчина может заработать больше. Ну короче, 100 тысяч, да? Ну да, больше менять в два раза, желательно. То есть мне хотелось бы, конечно, понимать, что это добыча. Не надо даже тут объяснять, круто. Стол у тебя. Ну вот прям цифру. Нужна цифра. Ну если человек умеет делать деньги просто из фантика, даже будет он просто бедный. Я буду с ним строить какие-то отношения. Если он умеет делать деньги, как это будет? Если у него вот есть вот эта вот данность делать деньги, да, потенциал делать деньги из ничего. Он же не родился как бы обеспеченным человеком? Ну цифры, ну цифры, ну я не знаю. Ну конечно, хотелось бы, чтобы зарабатывал мужчина. Сколько? Просто зарабатывал. Сколько денег? Ну в данный момент какая цифра? Да, просто спеши. Ну хотя бы 1100. Хотя бы 1100. Все, мы наконец-то добились. От полмиллиона. Отлично? Вот я вот так таки. Я там что-то там, перспективы. Я сейчас не эту, просто больше для контента. Но для меня больше важна не цифра, а именно чтобы человек горел делом, которое он делает. То есть если человек реально заинтересован в том, что он делает, то он всегда будет хорошо зарабатывать. Соседний номер, я сейчас на ремарх, он съезжает, то есть они больше не могут. Конечно, не пипать на тапах. Они говорят, это была последняя хап. Таскаю чемоданы. Так, девчонки, профессия. Профессия мужчины. Какая, по вашему мнению, самая сексуальная, самая пиздатая профессия? Вы такие, слышите какую-то профессию, я занимаюсь тем-то, и вы такие, о, понимаете, с ним было бы интересно пообщаться. У тебя, Полин, какая? Я не могу сказать профессии, которые привлекают, но я могу точно назвать, которые не привлекают. Так, скажи. Это всякие сантехники. А как же немецкие? Люди каких-то очень творческих профессий. То есть, этот, Егор Крид просто нахуй. Ну, просто мне кажется, что нужно быть реально очень талантливым человеком, чтобы пробиться, как бы, в какую-то творческую профессию. Ведущий свадеб, который зарабатывает полмиллиона? Ведущий свадеб? Ну, может быть, кому-то из моих подруг он бы понравился, но мне вряд ли. Мне, в принципе, такой типаж, как бы, мне ближе какие-то, ну, чтобы человек был серьезным. То есть, чтобы в случае чего, там, например, какое-то время я не могу работать, там, не знаю, заболела, чтобы в случае чего он мог поддержать меня, а не просто, ну. То есть, ведущий свадеб, зарабатывающий полмиллиона, любящий тебя, как свою жену, он не подойдет? Ну, не знаю, это немного не мотив в том плане, что ведущие свадебы необычные, ну, там, какие-то пошлатые шутки шутят, как-то вот слишком все на показ. Кто на шарик будет садиться? Ну, отлично, Полина, спасибо. Еще профессии какие-то неприемлемые? Для меня главное, чтобы это была экологичная какая-то работа. Ну, то есть, это там ни наркотики, ни преступления, там, ни что-то в этом духе, потому что встречалось в жизни с такими. Вот, не принципиально, скорее, для меня принципиальный вопрос, я задаю, насколько ты любишь свою работу, насколько ты любишь, что чем ты занимаешься. Это для меня важнее, потому что если человек работает в той работе и говорит, ну, вот из-за денег, ну, это все, это, это будет потом депрессники периодически, с таким человеком далеко не уедешь. Отлично, Стелла? Ну, какая профессия точно неприемлемая, это, наверное, модель, это вот эти вот сладкие мальчики, которые помешаны на себе. Ну, а то, что мне нравится, это может быть какой-то юрист, финансист, экономическая какая-то профессия, связанная с экономикой в стране. Что-то по типу. Лавров. Твой тип, отлично. Ну, я соглашусь с девушкой, да, это не важно, как бы, какая профессия, главное, чтобы она ему нравилась, но и опять же, чтобы было что-то общее, потому что какое-то общее дело, оно очень важно, когда я разбираюсь в его профессии и знаю, чем он занимается, могу его поддержать, это очень важно. Также мне и хотелось бы от мужчины, чтобы он понимал, чем занимаюсь я, и мог бы слушать, что мне произошло на работе, и они говорят, а, отвалеет меня со своими ногтями, мне это неинтересно, я тоже не хочу так говорить, ему отвалеет меня со своей математикой, мне это неинтересно. Ну, то есть это должно быть что-то общее. Супер. Сантехник горит. Ну, нет, ну, может, не сантехник, не сантехник. Так, хотим конкретную профессию. Сантехник, они сейчас будут смотреть этот видос, не вливаться просто в экран. Да, то есть... Смотрите, мужики, тут важный момент, да, то есть профессия, это у вас может быть какая-то, ну, любая, но если вы там в сантехнике будете разбираться и потом создадите свою организацию, то есть почему бы и нет. Да, ты будешь надеяться в какой-то компании, это тоже будет замечательно, а то, что какие, не знаю, мне не нравятся, допустим, какие-то творческие профессии, кому-то это вообще не нравится, кому-то наоборот нравится. Но главное, если людям друг с другом интересно, мне кажется, абсолютно любая профессия, ну, понравится. Смотрите, во многих, ну, вернее, не во многих, в некоторых профессиях, как раз часто в творческих, либо наоборот в военной, мужчины отсутствуют дома долго. Как вы к этому относились бы? Он уезжает в командировку на три месяца. Твои действия? Ну, мне кажется, все решаемо. Можно и с ним ездить, и поехать, и дождаться. А у тебя был такой опыт? Ну, на расстоянии был опыт, но не так, чтобы там, на реагностях, папа нет. В моем же случае, это модель СМИ, у меня как раз-таки Гойч Моряка, и для меня это, в принципе, абсолютно нормально. Нет полгода, но и хорошо. Ну и слава. Да. Ну, то есть у меня была такая модель, да, папа, как-то, милец, приходит, мы его обслуживаем, в плане того, что мы за ним ухаживаем, мы радуемся папе, папа денежку принес, то есть, ну, папа заработал, папа ремонт сделал, машину купил, еще что-то. Папа ушел, мы за ним скучаем. За ним, то есть с Украины, природа, да, правильно? Да. Потому что так говорят в Украине, типа, не по нему скучаем, а за ним скучаем. Я могу сказать. Стала, да? Был ли такой опыт? Да, были отношения с моряком, ничего, ждала полгода, три месяца, пережила, дождалась, было бы желание. Ну, лично для меня это неприемлема картина, вот, но в моем окружении много семей, и я знаю, что девчонки абсолютно точно ждут месяцами, либо раз в месяц летают к мужьям, у них никого нет, это прям абсолютно точно. Ну, для тебя неприемлемо? Лично для меня неприемлемо. Лично Полин? Ну, если это какие-то короткие командировки, то, возможно, да, я бы смогла так жить. Три месяца? Ну, если он где-то в другом городе, три месяца, то нет, я бы не доверяла такой степени. Насчет себя я не сомневаюсь, но насчет парней я сомневаюсь. Спасибо за ваши комментарии. У меня простой вопрос. Назовите, пожалуйста, топ-3 мужских качества, важных для вас. Хороший вопрос. Если сейчас это будет не ответственность и целеустремленность, а какие-то конкретные, вот, то, что у вас прям в жизни, может быть, был опыт, там, как это проявлялось в реальности, будет круто? Я, на самом деле, читала какую-то книгу, и там, когда спрашивают такой вопрос, девушка отвечает на этот вопрос так, что, допустим, ей именно не хватает жизни. Допустим, если она называет, там, не знаю, целеустремленность, то ей же сама в жизни не хватает даже целеустремленности. Ты сейчас думаешь, блин, я сейчас назову целеустремленность? Ну, я просто читала эту, да, тему и поняла, что это реально так и работает. Спрашивала потом у подруг, и они вот то, что называли, я понимала, что им именно этого в жизни не хватает. Отлично, и топ-3, собственно. Я так подумала. Хорошо. Ну, смелость, то есть некая такая отвага в жизни принимать решения. То есть, чтобы я нигде не фигурировала, не участвовала, не помогала принимать определенные решения. Я правильно понимаю, это не то, что так, мы, дорогая, мы идем захватывать Беларусь, а какие-то, не знаю. Да, обычные мы там. Я сейчас решим вопрос там. Это финансовые какие-то вещи. Внешний сектор имеется в виду, прямодействие с внешним миром. Какие-то решения, куда вы поедете, где будете жить, что будете делать, я правильно понимаю? Ну, даже нет. Я была замужем, у меня муж был владельцем крупного бизнеса. И когда поступило предложение развить этот бизнес, то есть у меня оно поступило и к нему, да, он не смог этого сделать. Он сказал, тебе надо, ты хочешь, чтобы я зарабатывал больше, вот тебе склад, делай. То есть, делай. Ну, я не хочу это делать, я хочу быть женщиной. Я хочу, чтобы он это было. Тебе мало было, что? Со временем, да, это стало мало. Это не финансов стало мало, это достижение. То есть, я вижу его гораздо крупнее. Ну, крупнее он должен. Ну, не то, что он должен, мне хотелось бы видеть его гораздо лучше. И как ты его мотивировал на то, чтобы он сам подключил, а надо развить фирму? Нет, возможно, что я как-то неправильно подошла, может быть, что-то не так сказала. Но я долго его прорабатывала, по-разному прорабатываться, всех сторон подходила. То есть, мне было отказано. Мне сказали, бери и делай, если ты хочешь. Вступай и делай. Я не захотела обидовать. То есть, это вот такая смелость. Романтика. Мы, девочки, мы все хотим ванильки, розовых соплей. И это нормально. Лимонуть радужей. Да. Ну, это правда. То есть, она всегда должна присутствовать, да. И бывают просто мужчины очень жесткие. Ну, такие прям сухари, которые не дадут этой романтики. Ну, и третья. Ну, что, что, я не знаю больше, что третья. Хорошо. Не знаю. Порядочность, естественно. Здесь никто не знает, что такое порядочность. Чтобы было. Если занял денег, то отдай, да. Нет, по отношению к женщине. Ну, я и говорю, если занял денег, то отдай. Ну, почему такие крайности сразу же, господи? Да я угораю. Давай дальше. Нет, смотри, действительно, парни присоединяйтесь. Так чего перебиваете? Поясните слово «порядочность». Ну, понимаете. Это не только я. Все спрашивают. Ну, что значит «порядочный»? Это, во-первых, чтобы был человек «дело», а не слово, не пустословие. Галима. Что? Держит слово. Ну, это одна из составляющих. Ну, чтобы был мужчина щедрый, естественно. Ну, это у вас, мне кажется, такое больное для вас слово. Но я же не говорю, а шуба-машина, ну, щедрый, просто… Здесь все адекватные люди собрались. Чтобы, ну, щедрость, вот именно, что адекватность была вот в этой щедрости. Это просто хотя бы проводить до дома, не пожалеть денег на метро, на такси, поздно вечером. Ну, это же адекватно, правильно? Но не все мужчины таковы, к сожалению. Вот и все. Еще? Топ-2, наверное. Хорошо. Еще? Ну, кто-то, кто хочет высказаться, можете мне очередь, пожалуйста. Тритоп-качество, уверенность и надежность, юмор. Алина? Ну, в первую очередь для меня это открытость. В том плане, что не просто, там, например, вот мы встречаемся, часто у меня такое бывает, встречаюсь с парнем. Вроде как у нас отношения. Но он, вот, такое ощущение, что у него есть какая-то, как это сказать, закрытость от меня. То есть вот раз в день он мне написал, куда-то позвал. Все. А вот этого контакта не создает... Ну, значит, ему этот контакт с тобой просто не нужен. Не создается какой-то открытости, так что, ну, как бы с такими парнями я сразу прощаюсь. Если я, как бы, нет открытого диалога, я не могу, вот, что с мной произошло, я не могу ему рассказать прямо сейчас, когда мне надо. Во-вторых, я соглашусь, что это последовательность слова. То есть не так, что, типа, вот он сказал, там, не знаю, я приду. Чтобы если он сказал, я приду, значит, он сто процентов придет. Если он сказал, там, не знаю, там, мы пойдем туда-то, то мы сто процентов пойдем. Чтобы не было такого, ой, я передумал, ой, я не это имел в виду, я не так выразился. Чтобы вот он отвечал за свои слова. Так, ну и заинтересованность в каком-то деле, то есть чтобы у него было что-то, чем он интересуется реально. Не так, что там, что ему деньги приносят. Ну, желательно, конечно, чтобы это еще деньги приносило. Но желательно, чтобы у него было какое-то дело в жизни, что-то, чем он прям горел, чтобы вот он мог этим делиться. Да, да. Отлично. Так, вопрос, короче, у нашего аналитика. Макс. Где Питричка, подожди. У нас есть даже аналитик здесь, представляете? Не просто таковы, финансист. Всем привет, меня зовут Максим. Хотел узнать, вот вообще, девчонки, вот, ну, наверное, был опыт, да, какой-то вот. Громче говорите. Не надо галдеть всем остальным. Меня интересует такая ситуация, вот, допустим, ну, сейчас все из вас, или, по крайней мере, части, из вас в отношениях, да, замужем и так далее. А вот, ну, и внезапно в вашей жизни появляется человек, да, ознакомец с вами, соответственно, каким-то образом появляется в жизни, да, неважно каким. Что нужно сделать этому человеку, ну, или по каким критериям данный человек может стать вашим партнером в последующем. Ну, то есть, произойдет замена партнера в каких-то отношениях дугодосрочных. Короче, вы замуж, там, с кем вы встречаетесь, думаем, что-то такое. Нет, ну, даже это, да, поменяли мужика. Ну, поэтому есть вопросы. Может, у тебя конкретные ситуации есть? Нет, конкретные. Нет, конкретные. Нет, просто мне любопытно. Мне любопытно просто. Нет, мне любопытно, ну, более. Но есть конкретные ситуации? Нет, нет, нет. Дай микрофон. Нет, ну, может, конкретные ситуации. Нет, просто, во-первых, часть критерии, здесь уже было сказано, ты поняла, что? Да, я поняла, да. О чем он говорит? Можешь сначала объяснить? Да, допустим, он встречается с барышней, которая там замужем, либо там в отношениях, что сделать, чтобы, грубо говоря, ее переманить. Это так, да? Ну, в некотором случае, да. А, в правильном случае как? В моей жизни такой параллельности быть не может. У меня все последовательно. Если меня человек не устраивает, я, по-честному, прекращаю отношения, все, и дальше, соответственно, там, ну, жду или ищу, или там, ну, или вообще ничего не делаю. То есть он приходит следующий. А давайте так, такой вопрос. Мне почему-то кажется, что сейчас все так же ответят. Есть у кого-то другой? Я могу вам сказать по моим подругам, просто как у моих подруг. Да, давайте. Не все подруги, чтобы счастливых отношений. Сейчас я спрошу, бывает ли такое, что кто-то из ваших подруг, в принципе, вы знаете таких женщин, которые встречаются с кем-то, там, возможно, даже замужем, и они начинают новые отношения, вот прежде чем закончить старые? Ну, да, есть такой даже личный опыт. Я скажу так, что если в отношениях человек полностью устраивает, то ты можешь пытаться обрывать все контакты с посторонним человеком, если все устраивает. А если что-то не устраивает, и это что-то начинает копиться, типа раз, два, три, это не устраивает, то этот человек начинает другого посторонне вклиниваться в твою жизнь. И понятное дело, что тебе он начинает больше нравиться, и потом встает выбор. И уже не знаешь, как поступать правильно. Так же, как и у мужчин с женщинами, то есть если есть все же трещина какая-то в семье, и появляется третий персонаж, он может либо залезть в эту трещину и все же сделать ее шире, либо нет. Какие-то слова, как более руки. И на самом деле здесь уже как бы мы говорим о дружбе, то есть о том самом духовном единстве в паре, и если вдруг ее нет, ну что-то натянута стала со временем, вас уже съел быт, у вас нет общих интересов. И тут появляется некий друг, то есть здесь возможно увезти женщину, начиная с дружбы, стать ей именно тем самым духовным другом, в котором, мужа, если она в своем, потеряла такого друга. То есть таким образом, да, реально женщину увезти. Еще такой вопрос сразу в догонку, предполагая, почему может быть задан предыдущий вопрос, бывает ли такое, что мужик к вам подходит, знакомится на улице, а вы не будучи в отношениях, у вас нет молодого человека, нет мужа, можете сказать, что, блин, у меня есть парень, чувак, отвали, бывает такое? Да, бывает. Да, конечно, бывает. Конечно, постоянно, почти. А вы иногда, смотрите, допускайте такое, что у девушки нет никакого парня, но она говорит мужчине при знакомстве, у меня есть парень. Такое бывает? Конечно. Зачем они это говорят? Это отмазочка. Чтобы он отстал? Да. А если парень охрененный, но вы хотите повыпендриваться, такое тоже может быть? Нет. А если парень не охрененный, ну не плохой? Нет. Я так говорю только, когда я вижу, что точно нет. А в опыте вашем или ваших подруг было такое, что так сказали мужику при знакомстве, то все равно не отстал, вы что-то пересмотрели ли вашей подруге мнение и подумали, блин, ну как бы я сказал, что есть парень, но я все равно дам телефон, встретились с ним, там запутился. Естественно, он проявил второй раз, то есть он проявил настойчивость. Да, то есть к тому, что если они не сваливают после этого сразу, это только хорошо, правильно? Но это не то, чтобы только хорошо. В первую очередь, то есть если вот подошел ко мне парень, он попросил познакомиться, если он мне вот вдруг конкретно не понравился, голосом скрипучим или там, я не знаю, руками замахал сразу, ну то, что что-то не подошло, я ему сказала нет, я могу ему так же в последующем три раза или пять или десять сказать нет. Но если вдруг, да, где-то что-то все-таки вот было, и он проявил. То есть в целом мужчина это характеризуется хорошо, если он все равно скажет, нет, погоди, давай все-таки попробуем, есть настойчивость, да? Настойчивость, уверенность в себе, естественно, да. Ты готов, Макс, ховануть чуть-чуть? Полезно будет тебе. Дайте, пожалуйста, обратную связь здесь, просто все, что в голову. Вы первым, да не, не надо. А как они увидят? Вот так, наверное, да. Короче, что вы можете рассказать ему, чтобы посоветовать поменять в себе или что-то там апгрейдить, чтобы он был более востребован и желаем вами, например, вашими там коллегами-женщинами, саплементницами? Давайте по очереди, Полин. Вы сейчас, да, смотрите. Смотрите, если вы будете говорить правду, это ему поможет. Если вы будете говорить, ты в целом охуенный так. Здесь реально, ну, вот в целом так-то охуенный, просто нужно немножко что-то с собой поразить. Макса, скажи ты, ты готов получить честную обратную связь? Все, Полин, не сдерживай себя. Ну, во-первых, мне кажется, что есть какая-то зажатость. То есть нужно быть поувереннее, во-первых. Во-вторых, походить в зал, подкачаться. И в-третьих... Лет пять. Ну, спорт, короче, да. Я бы немножко изменила внешний бит. Ну, вот лично у меня есть такой фетиш, можно сказать. Мне очень нравится, когда на парне пиджак. Если я вижу парня в пиджаке, то... А вот пиджак. А где? Отдевай. Ты там писала, что я. Я не знаю. Он был... То есть, если он на пляж к тебе подойдет, то он все равно будет... Нет, просто это всегда плюс для парня, я считаю. Круто. Кстати, что-то я сам уже там увлажнился. Нет, ну так реально лучше. Давайте дальше. Мелисса. Мелисса же, правильно? Милана. Ну, мне сказали, не включать свои профессиональные навыки, да? Да, но если вещи, то... Нет, здесь нужно поменять стрижку, нужно переодеть человека. Вот. Это на индивидуальной консультации, либо хотя бы после того, как, да? То есть, я могу объяснить, что нужно сделать. Обсел, короче, конечно. Да, нужно релукинг с вами сделать, да? То есть, поменять... Что прости сделать? Релукинг. Поменять образ. Я думал, какие оттенки подойдут там. Ну, давайте, это уже индивидуальная консультация имиджиолога, да. Тут не в оттенках дела, тут, в принципе, вообще в фактуре, форме и так далее. А в целом уебанская я тебя перевожу. Потому что несколько, ну, рубашка старомодная, она такая с запахом нафталина, как бы, да? То есть, можно, ну, поменять лук. Вот, но в целом у вас очень приятное лицо, на самом деле. То есть, такое с интеллектом располагающее. Да, нет, вот тут, как бы, да, даже если, ну, пойдете в спортзал, отлично, но не пойдете и... А что не хватает, если абстрагироваться от волос и рубашки? Вообще, знаешь, мета-сообщений в каком-то, вот, в пасанке, в пассы. Уверенности. Вот такая, знаешь, вот у вас есть такая, прям, чрезмерная интеллигентность. А не будете ли вы так любезно, если я к вам подойду и вдруг попрошу? Ну, вот понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот, вот эту интеллигентность, ну, в какое-то, в такое правильное русло, что просто подходите и настаивайте на своем, что вам больше не интересно. Как бы, немножко в мужике должно быть такого, как бы, распиздясь, но в таком наглое. Ну, в хорошем смысле слова. Не так, как вы тут матерились до этого, да? Ну, значит, нарушение рамок чего-то такого вот, плохого парня чуть-чуть, да, добавить, правильно? Ну, в целом, очень приятный мужчина, поэтому у вас все шансы вообще ходить. Нет, просто мне за неделю до тренинга одна девушка, моя бывшая, ну, как бы. Поэтому он из-за того, что я дала обратную связь, что я, как бы, делал только на благо. Я здесь не заметил этого, Максим просто. Для вас это комплимент, это круто. Давайте дальше, Стелла, только, ну, чуть короче. Ну, что сказать, все сказано уже давно. Ну, в принципе, да. Внутренний мир поменять, как-то более мужиком каким-то стать, наверное. То есть, какие для тебя самые такие мужские занятия, вот, если он не выходит... Подожди, подожди, если он продолжает заниматься своей профессией, какие для вас мужские занятия, вот, какие-то прям брутальные дела? Ну, что, в понимании, мужчины должны делать? Может, он должен заниматься спортом по-любому? Давайте прям коротко, коротко по очереди. Ну, если именно про Максима говорить, а вот... Вообще про всех. Не, про всех, вот, я считаю, что... Не, я считаю, что вообще всем в этом зале не хватает смелости, потому что здесь бы мы не собрались, если бы все было бы хорошо. Не, я тебе скажу так, не хватает смелости, как раз тем, сейчас я скажу, на самом деле не хватает смелости. И я тебе скажу так, 99% мужиков, наверное, даже 100, боятся в какой-то степени коммуницировать с женщинами, то есть 100% мужчин. И как раз у этих парней смелости побольше, потому что они не побоялись, они признали это, и они решили развиваться в этом направлении. Конечно, не побоятся, это любезно, коротко это делать. Ну, они уже это делают. Знаете ли вы о том, ну, очень коротко, то есть, что мужчинам страшно, то есть, и недостаточно. То есть, и недостаточно, и недостаточно, и все, по-моему, что я считала. Да, коротко, да. Ну, просто сказали, вот то, что, чем должен знать мужчина, ну, если спорт, ну, это, наверное, бокс, потому что вас научат там быть просто мужиком, сильнее быть, если говорить конкретизированно просто. Бокс, каратэ, не просто ходить качалочку, быть вот этим вот накачанным пузырем. Что? Розовые дирки. Да. Вы представляете, да, что мужчины боятся вот отказа быть неодобренными, боятся знакомиться, то есть, вы это понимаете, да, или... Да, естественно, конечно. Вы можете представить, насколько, что вот, ну, если у вас такие случаи, когда вы видели, прям парень, может быть, смотрит на вас красивый, сука, да, там, и вы на него даже как-то, ну, и он такой сиделся, и в итоге он так и пробездействовал, так ничего и не предпринял, и вот такие, ну, ну, что так... Естественно, мы постоянно сами задаемся этим вопросом. Какого хрена, да? А что не так? А может быть, вам не проблема какая? Вот видите, чуваки, то есть, некоторые женщины начинают гнать на себя в этот момент в своей вселенной... Да, ну, так и есть. То есть, я даже уже и признаки подала жизни всей, и будущее... Да, какие, да, какие... Давайте сейчас... Сейчас, подождите, чуть успокоимся, тут оживилось, это классно. Кризис, я оживил. Если вам парень, если вам парень понравился, какие вот вы делаете вышаги для этого? Понравился? Ну, да. Если вам понравился, да. Вы его видите, да, какие признаки... Вот грести, через столик. Я его с глаз не свожу. Постоянно на него смотрю? Я постоянно на него смотрю, и когда он смотрит на меня, я смущаюсь. Типа, да, я не знаю. Ну, да, мне тоже кажется, что это взгляд, но если девушка начнет первая проявлять какие-то знаки симпатии, пойдет знакомиться, мне кажется, это ничем хорошим не закончится, потому что... Мы говорим о том, что ты можешь волосы поправить, как-то там что-то... Ну, я не знаю, мне кажется, просто если первая начинает девушка проявлять такую инициативу, в будущем мужчина не будет проявлять инициативу в отношениях. Он будет как-то себя, ну, не так, неполноценно вести. Давайте дальше, стола. Ну, просто намеки подавать, ну, давай уже, подойди ко мне. Ну, как-то мне нравится. Да физически там, ножкой, ручкой как-нибудь. Вот ты, вот ты? Да-да, ты-ты. Вот такой вот. Насколько страшно мужикам, то есть, что они боятся, то есть, для них вот этот вот отказ от нравящихся женщин этого... От чего боитесь-то? Вот чего боитесь? Ну, вам в худшем самом варианте скажут, не, да, ну что? Когда ты хочешь заняться сексом, тебе надо, с мужчиной уже готова к этому, тебе надо обязательно, там, ну, нет, что там, не тратить. Да ладно. Нет, это как-то, фашистство женщин так или иначе, в момент перед сексом, ну, они сами не набрасываются, назовем это так, да? То есть, а когда мужчины проявляют инициативу, они маскируют это таким образом, что, как бы, ну, как бы, вот не надо бы, конечно, ну, вот... Подождем. Нет, вот об этом говорю. То есть, вы же тоже... Подождение в ресторане, да, то есть, эти вещи делаются. Мы не про ресторан говорим. Ну, то есть, страх, он настолько же природный, биологический, как и ваше желание, там, не показаться доступным, как и ваше вот это, как же так, ну, сама... Почему вы сами не будете проявлять инициативу, знаете ли вы? Ну, я бы вот так не сказала. Я, например, про секс, опять же, на первом свидании, да, вопрос как-то не прозвучал, но все, хотя же... Возможен секс на первом свидании, там, у вас, либо у ваших подруг? Ну, скорее, да, чем нет. Есть такие... Конечно. А, я для меня как-то очень редко, наверное. Очень редко. Ну, я не знаю, что там у моих подруг, наверное, у них да, но очень редко, зачастую. Это горькая правда. Ну, по крайней мере, вот на моем опыте. Милана? Возможно. От чего зависит? Для меня нет, мне нужно сначала узнать человека, но у меня есть подруги, которые так делают, не могу сказать, что из этого получается что-то хорошее. Мы просто репетировались. Лим, от чего зависит? Да ничего, это не зависит, это зависит конкретно от моего желания. Наверное, да. От твоего мнения, например, что ты обо мне подумаешь? Мужчина же принципиально должен... Давайте так, бывало ли такое, что вы идете на... На это первое свидание вы не планировали, даже если ты его хочешь, не планировала, да, но мужчина проявил инициативу, и там все случилось. Такое бывает. Хотя ты изначально... Что ты хочешь спросить от мужчины, чтобы все-таки секс на первом состоянии, свидание имело место быть, что должен сделать мужчина? Это три момента, давай так, или каким должен быть? По-моему, от мужчины это не зависит. Ну вот, если мы вообще не ехали. Нет, на самом деле, вот если мы нравимся друг другу, да, и это реально в моем мнении. Я вот иду на свидание, да, и я понимаю, что есть несколько типов мужчин, да, которые считают, что все бабы-шлюхи, или которые так не считают. То есть есть, вот можно их поделить на две части всех вас, да, и мы, женщины, когда идем на свидание, реально мы боимся, да, спать с тобой первый раз, на первом свидании, именно потому, что ты подумаешь обо мне плохо, что я шлюха. А ты не нужен следом, спрашивается, да, если ты будешь думать, что даже если я через месяц с тобой переспьем. То есть мужчина будет говорить, Валя, все на меня, то есть ты здесь ни при чем, это моя ответственность, это я такой, а ты не так. То есть если он возьмет на себя эту ответственность, это... Ну вот это конкретно от моего желания, ты можешь делать все, что угодно, то есть если я в этот момент сейчас нахожусь, и я в защищенности чувствую себя. А он, короче, просто в афлеру, он сидит, он тебя не трогает. Че делать тогда? Ты же не сама должен трогать. Бля, слушай, ну такие, это, такие женщины, это редкость. Ну я, ну я как-то по дам, опять же, признаки того. Ну нет, мужчины... А были чуваки, которые... Да, я вышла замуж таким образом. Мы были на свидании, прогуляли вместе 6 часов, он мне говорит, ну что, по дамам? Я говорю, в смысле? А здесь, конечно, это все. И еще, и все. Таким образом я вышла замуж, все. Давайте дальше, с того. А зачем тебе был такой муж, который не смог проявить инициативу даже, сука, в сексе, поэтому ты разведенная, правильно понимаю? Ты же с ним разведена, с ним мужем? Да, я разведена. По итогу, да, но может быть эти вещи не связаны. Я к тому, что нужен ли вам мужчина, который даже в сексе не может проведать попытки получить секс, а он не может проявить инициативу. Для меня это лакмусовая бумажка. Я понимала его в тот момент, что он так же, скорее всего, сидит и боится просто. Как, а зачем ты, блядь, то есть зачем мне мужчина, который боится, пусть он перечал на через себя? Ну все-таки поглажки надо давать немножечко. Мы даем мужчинам поглажки. Тебе салюта. Салюта. Спасатель. Давайте дальше, Стелла. Что должно произойти, как все должно происходить, чтобы секс, на первом суда, не был? Так у нее редко она чисто. Ну когда все? У твоих подружек. У своих подружек говорят. Да я не знаю, что тут сказать. Просто это какая-то химия какая-то. Просто это чувствуешь и... Нет, чувствуешь, чувствуешь. Мужчина как должен себя вести, он должен прикасаться, да? Он должен там что-то делать. Но не перебарщивать. То есть, если вот он начинает перебарщивать, я же понимаю, что ему просто нужна одна ночь. Где-то тонкая грань, когда он хочет как бы и секса с тобой, и ты тоже. При этом мы понимаем, что инициатором должен быть он, да? Но при этом, чтобы он не перебарщил, вот где вот эта хрень? Потому что они же верят, они же слышат. Ты слишком торопишь. Да, точно, я тебя слишком тороплюсь. А ты это говоришь для того, чтобы он еще раз сделал попытку еще раз. Но тебе важно быть пойманным и завоеванным. Если мне захочется, я, наверное, сама возьму инициативу и намекну как-то. Как ты это сделаешь? Напрямую, а что? Зачем как-то какими-то... В смысле вы сидите такие, не знаю, там, где-то в кафе, в ресторане, в гостинице у него дома. Ты берешь и начинаешь... Ну, скорее всего, молодой человек пойдет меня провожать. Скорее всего, я скажу, там, хочешь там чая попить, даже самое банальное, господи, и все. И все сразу, все поняли. У девушки говорили, пойдем кормить моего кота, он говорит, я не поверил, поехал домой. Нет, вы пришли домой, что дальше? Он сидит, он скромный. Мне кажется, мужчина все поймет, если я приглашаю его домой. А были те, кто не понимал? Да нет, не было. Повезло. А были у кого-то другие, те, кто не понимал, просто тупил? Да, вот пускай не на первом свидании, у вас уже... Да, уже на пятом свидании. Уже там, да, какие-то отношения, можете сказать, и мужчина не проявляет инициативу, когда вам уже, например, реально хочется. Никто не тупил. У меня было, что парень пришел ко мне в гости, и реально сидел, пил чай. Ты же на чай похожий, кто-то, я примечиваю, понимаешь, чай-то к чаю. Какая разница в возрасте для вас приемлема, а там в ту или в другую сторону очень коротко? Ну, лет плюс, лет семь, восемь, девять, минус, но пока года три, нет, даже нет, ровесник очень. Отлично. Ну, минус это десять лет, малышей допускаем, нужно двенадцать. Малышей? Да, спасательница. Малышей, и плюс, и что-то... Сейчас, ребят, мы сейчас затихнем. А плюс это уже физическое влечение к человеку, может быть, десять лет. То есть, как он выглядит из-за висита? Да. Стелл, да? Не имеет значения, если в плюс, а в минус не приемлю, то есть только если в плюс. Ну, а кто младше меня нет. Двадцать лет плюс, тебе двадцать, минус сорок пять. Да вообще не важно, если мне человеку интересно... Не представляю. Полина? Ну, я ни разу не встречалась со своими ровесниками и парнями, которые младше меня, потому что я сама еще маленькая. А со взрослыми парнями я девятнадцать. То есть обычно моим бывшим где-то двадцать пять, двадцать шесть. А просто такое, вот вы когда говорили про качество мужчин, да, и то, что для вас важно, вы не затронули тему ваших сексуальных отношений. То есть насколько важен вам секс с вашим мужчиной в жизни, да, качество секса и этой жизни. Реально. Вы назвали три качества. Секс-то где, на каком месте у вас в жизни? Вы не задавали, это на первом месте. Это на первом месте? Дети нет секса, все остальное можно вообще не перечислять, конечно. Нет, но без секса это тогда не отношение, там, дружба, не знаю, обиды, все что угодно. Причем хороший секс, да, потому что, когда я спрашиваю мужчину, а ты хороший любовник, да. Что есть в критерии качественного секса? Мы боимся. Да нет, да, это хороший вопрос. Если тебе подошел, хорошо. То есть можно так сказать. Вот реально, ты можешь понравиться мне, но можешь не понравиться ей. Я могу просто сказать, что даже не по стилю, а первое, допустим, что лично меня раздражает. Мужчина. Так, так лучше слышно? Да, так лучше. Раз, раз, раз. Первое, когда вы начинаете писать там смс-ки пресловутые, да, вот самая опатовая ошибка, это просто привет, восклицательный знак, то есть нет обращения. То есть всегда обращайтесь к женщине, там, по имени, или там, милая, любимая, там, рыбка, там, ну вот, привет и через запятую, там, не знаю, там, Алёнушка, там, и так далее. Привет, Сергей, короче. Да, да, да. Вот, потому что я это многим людям говорю, я объясняю с точки зрения психологии. Это в любых отношениях, в личных, в рабочих, да. Если ты обращаешься по имени «Привет, Владимир», да, то у тебя больше отклик. Вот, да, и вот просто привет, и я же прям думаю, ну как так, ну это же элементарно, что люди этого не понимают. Потом, когда люди начинают это использовать, да. Ну вот, сейчас, три, блин, секунду, кто этот мужчина, там, актер, артист, который, ты бы сказал, он охуенный просто. Скажи, пожалуйста, прям быстро. Для меня? Да. Какой чувак ты считаешь прям классный? Может, там, Леонард, не как? Может, кто он будет? Сейчас, тихо, тихо, тихо. Кто этот человек? Ну, пусть будет Брюс Уиллис. Если Брюс Уиллис тебе пишет просто «Привет». Я ему сделаю замечание, скажу, «Меня зовут Милана». Ну, приятно, ты можешь общаться с Брюс, правильно? Так, это же не потому, что я прекращу. То есть я говорю, то есть меня зовут Милана, я знаю. Если ты знаешь, то почему не обращаешься. То есть мне было бы приятно, я же тебе пишу, там, «Привет, Брюс Уиллис». Да, там, «Привет», я всем все расскажу. Девушки к мужчинам разного возраста, разного характера, типа профессий, благо, благо, которые собрались здесь, они сюда пришли с целью, скажем так, улучшить свои навыки коммуникации с женщинами. Они все замечательные, классные парни, но вот в этом аспекте они там скромны. Причем скромны абсолютно 100% мужчин. Просто кто-то выбирает с ним что-то делать, кто-то выбирает обратиться к нам и так далее. Кто-то выбирает ничего не делать. И смотреть вот так вот. Да, ну, во-первых, вы уже большие молодцы, что вы сюда пришли. Да, и потом есть такая статистика, не мной придумана, что мужчины думают о сексе ровно столько же, сколько женщины, о том, как она выглядит. Вот, поэтому вот то, насколько вы боитесь там каких-то своих вещей, женщина всегда хочет слышать о том, какая она там классная, сексуальная, красивая, там и так далее. Поэтому ищите какие-то вот такие вот слова, дабы барышню расположить. И страх я тоже не понимаю. Самое худшее, что может произойти, это вам просто откажут. Но вам отказали не потому, что вы какое-то не такое, а потому что у этой барышни возможно настроение не такое, она вообще не намерена. Да может у нее сегодня вообще какой-то гормональный сбой, там день пошел не так, и ей вообще ни с кем, вот какой бы вы Аполлон ни были, вы просто не в тот момент попали. Поэтому вы не принимаете это на себя, то есть вам правильно говорят, что там сколько там выходов в люди или как это у вас, в поля называется, да? Да, смотри, еще такой вопрос, если ты, ну для каждой из вас, да? Если вы увидели, что парень знакомился уже до вас с кем-то и идет знакомиться, собственно, с вами, как вы на это будете реагировать? Ну как-то не очень я буду на это реагировать, мне это не очень понравится. Ну не понравится, возможно, ты с ним пообщаешься. А если он классный-приклассный? Значит, он самопрепленный. А ты допускаешь мысль, что он вчера мог с кем-то познакомиться, а ты это не видел? Ну да, может быть. Ну вчера, а сегодня нет, да? Ну раз, значит, он плохо познакомился, раз он ко мне пришел, знакомился. Ну, наверное, я больше с ним уже начну общаться не как вот, как с мужчиной, а просто как с другом, наверное, раз, может, он друзей ищет. Нет, он говорит, ты мне нравишься. Ну, наверное, узнаю почему, а потом, может быть, как-нибудь. Все, понял, такое возможно. Возможно, да, возможно. И ладно. Я открыта ко всем коммуникациям сегодня, когда Евгений ко мне подошел на улице, стал задавать вопросы, сразу говорю, у вас тренинг какой-то? Он тебя притащил, то есть вы не были знакомы? Полчаса назад я выходила из кафе, он меня остановил на Кузнецком мосту, подошел, начал коммуницировать. Я говорю, у вас тренинг какой-то? Он такой, да. Потому что ты в теме был, поэтому я забираю свои... Я говорю, все, я говорю, с удовольствием, давайте, куда пойти там, все. Ну, пообещайте безопасность, и я пойду в вашем проекте прямую часть. А тебе сказали, что в конце групповая у тебя? Да, Полина, как у тебя? Сейчас один. Зафиксировались. Полина, как у тебя? Мне было бы неприятно, если бы парень, ну, кому-то подошел до меня. Особенно, если бы я убедила, что эта девушка, ну, не знаю, менее симпатичная, чем я, я бы сразу, как бы, ну, сразу бы сказала, нет. Ты как, че? А если более симпатичнее? Если более симпатичнее, то, ну, возможно, тогда бы я как-то ответила, но все равно мне было бы неприятно. Так, все, девчонки, мы вас отпускаем. Мы на этом вас хотим... Только не торопитесь, хлопай там, если... Мы хотим на вас... Ой, нам жар. Мы на этом хотим вас благодарить. Спасибо, что пришли. Всем вам спасибо, ребят, давайте похлопаем. Спасибо большое. Спасибо.